Всем привет! Сегодня печем кекс. Еще раз напоминаю, впереди у нас длинные каникулы, всегда хочется чего-нибудь вкусненького. Нас окружают дети, кого-то, внуки. Всех хочется угостить и вкусно накормить. Поэтому предлагаю легкий в исполнении, но очень интересный и необычный на вкус кекс под названием Любава. Итак, начнем кекс готовить с подготовки цукатов. В общем, можно использовать все, что у вас есть. Я возьму курагу и чернослив. Замечательно подойдет изюм. Нарезаем чернослив и курагу на небольшие кубики. Предварительно сухофрукты замочите, чтобы они были мягкие. И где-то понадобится 15 штук чернослива и 15 штук кураги. Сейчас берем кастрюльку и готовим жидкую основу для нашего кекса. Берем 100 грамм растопленного сливочного масла и добавляем к нему 250 грамм сахара. Перемешиваем миксером. Затем добавим 2 яйца. Ещё потребуется 300 миллилитров молока. И запустим сюда сухофрукты. Вот таким образом жидкая основа для нашего кекса готова. А теперь приступим к сухой основе нашего кекса. Берем 300 грамм муки. Добавляем к нему где-то грамм 40 кокосовой стружки. Пол чайной ложечки лимонной кислоты. Пол чайной ложечки соды. Ванилина посыпем. И ещё добавим корицу. Тоже где-то пол чайной ложечки, но можно побольше. Перемешаем. А сейчас сухую основу смешиваем с жидкой. Вот и всё. Выкладываем тесто в форму, обильно смазанную сливочным маслом. И ставим в разогретую духовку где-то на 170 градусов. Минут на 35. Ну, проверяем готовность, как всегда, деревянной палочкой или ножом. Вот такой вот замечательный кекс получился. Смотрите, как он круто держит форму. Ну, а мне не терпится разрезать. Хотя он ещё очень-очень горячий. А мне не терпится всё равно его разрезать и попробовать. Вот такой вот кекс в разрезе получается. Он такой рыхленький, воздушненький и довольно-таки влажный внутри. Совсем не сухой. Очень круто. Замечательный рецепт. Всем рекомендую приготовить вот такой вот кекс с Любава. Всё очень просто, всё доступно. Вкус вас удивит. И, конечно, понравится вашим детям и внукам. Ставим лайки. Подписываемся на канал, кто ещё не подписался. И нажимаем на колокольчик. А вам всем приятного аппетита, вкусных чаепитий и до новых встреч!